В этом году брейкинг впервые вошел в программу азиатских игр. Это случилось после его официального признания олимпийской дисциплиной в 2020-м. В соревнованиях в Ханчжоу примут участие шесть бибоев, так называют исполнители брейка, из Казахстана. Самый титулованный из них Николай Черников, бронзовый медалист международного чемпионата мира, серебряный призер чемпионата. С известным спортсменом встретилась наша съемочная группа, чтобы узнать, как проходит подготовка к предстоящим играм. Для меня это в первую очередь культура, искусство, самовыражение себя. То есть через брейкинг можно многое донести, многое выразить, получить какие-то эмоции, освободиться от каких-то эмоций, даже негативных. Если в жизни происходят какие-то ситуации, ты во время танца можешь это все выплеснуть или высказать. Николай Черников хорошо известен под никнеймом «Кила Коля». На сленге это означает «убийца бибоев». Прозвище получил за серию из девяти побед подряд на одном из чемпионатов. А соревнований в его жизни было больше сотни. Это был весь ван мировой, это очень статусный чемпионат. В 2021 мы его выиграли, а в 2019 году «Кила Коля» был в финале в Индии. Его назвали «народным чемпионом». Было много споров на ютубе, очень много просмотров, комментариев. То есть весь мир, там были даже много постеров, делали всего изображения. То есть он был кумиром Индии тогда. После этой триумфальной победы в Астане появился мурал в честь Николая. На нем изображен один из его авторских приемов. У «Кила Коля» свой неповторимый стиль. Растяжка сама по себе открывает для тебя очень много возможностей. То, что обычный человек с обычным телом, со стандартным телосложением, не может показать. А я могу. Вот у него там нога сюда не заходит, а у меня заходит. И я могу еще там что-то добавить рукой. И завязать тем самым какой-то интересный узел, что люди посмотрят и скажут «что?». Тренируется Николай ежедневно по 4-5 часов. Впереди азиатские игры в Ханжоу, которые станут очередным этапом проверки своих сил. В Китае я был всего лишь один раз. Потом у меня еще намечалась одна поездка, но она сорвалась. Ну, мне все понравилось. Было здорово. И я надеюсь, что вот следующее место, куда я поеду, и азиатские игры в том числе, тоже порадует. Потому что Китай, он большой, разнообразный. Хочется как можно больше увидеть. Когда ты бываешь в одной и той же стране, но в разных городах, ты всегда для себя открываешь что-то новое. Больше познаешь культуру и людей, потому что везде какая-то своя атмосфера, какая-то магия в каждом городе. Главными своими соперниками на играх считает спортсменов из Японии и Кореи. А вот девушкам, по его мнению, придется нелегко в поединке со сборной Китая. С Китая девочка, только девочка берет золотые медали, а ребят еще нету таких, которые показывают серьезный уровень. В Китае это не так давно началось, но развивается с очень быстрой скоростью, с серьезным уровнем ее. Она танцует прям как ребята. Она делает сложные мувы, сложные движения, на которые кто-то тратит года, чтобы научиться. На азиатские игры в Ханжуй из Казахстана поедут шесть спортсменов, три парня и три девушки. Сейчас они проходят усиленную подготовку, участвуя в различных чемпионатах. Мы привыкли к тому, что уже который раз подряд наши атлеты именно в этих дисциплинах занимают топовые места. Поэтому, несмотря на то, что практически вся Азия очень сильна в акробатических видах спорта, мы достаточно уверенно верим в то, что мы будем в топах. Казахстан по брейкингу пока занимает пятое место в мировом рейтинге и стремится повысить планку. А Николай Черников готов побороться за первенство и нацелен после азиатских игр. Обязательно поучаствует в летней Олимпиаде в Париже в следующем году. И это накладывает на тебя большую ответственность. А так как мы люди свободные и творческие, иногда нам не так важна победа, как сами эмоции. Саяда Жаркинова, Талабжакупов, CGTN, Астана.